Всем привет, дорогие друзья! С вами на связи Эдуард Затул и Витер. И сегодня мы с вами поговорим о криптовалютных биржах, насколько это безопасно и бывают ли в них скамы. На самом деле, торговля криптовалютами стала набирать дикую популярность именно в этом году. Сейчас, до недавнего времени, капитализация криптовалютного рынка составляла чуть более 100 миллиардов долларов. Сейчас рынок, конечно, на лето начал проседать, как я и говорил ранее. И сейчас это порядка 75 миллиардов долларов. Вся проблема в том, что... Точнее, может быть, даже не проблема, а это какая-то предсказуемость, что все, что происходит сегодня в мире финансов, это все новое, это хорошо забытое старое. И для того, чтобы посмотреть, что нас ждет сейчас в будущем, мы можем просто заглянуть назад. И, конечно же, падение криптовалют отчасти во многом связаны с криптовалютными биржами, потому что не стоит забывать, что помимо технологии блокчейн в различных ее вариантах реализации, криптовалюту в основном сейчас используют в качестве спекулятивного элемента. То есть ее не используют как что-то такое, знаете, как прям технологию. Пока что, по крайней мере, не используют. И поэтому существенное влияние на курс сейчас как раз-таки оказывают определенные криптовалютные биржи, которые, такие как Poloniex, Bitfinex, например, или Bittrex даже, который из этой тройки, наверное, самый слабенький, аккумулировали на своих балансах достаточно большое количество монеты. И в случае, если с этими криптовалютными биржами что-то происходит, то эта монета падает в цене. И давайте посмотрим историю. Вот далеко не все знают, что практически все криптовалютные биржи, которые сейчас самые популярные и так горячо любимы новоиспеченными трейдерами, почти все эти криптовалютные биржи скамились. Что такое скам? Ну, скам в переводе с английского это мошенничество, афиора, обман. Ну, а в хайпах это и в финансовых пирамидах это, соответственно, прекращение работы программы. То есть, когда сайт закрывается, выплаты прекращаются. Далеко не все знают, что, например, тот же Bitfinex всего лишь в прошлом году, в августе, всем не изменяет память, в августе 2016 года соскамился. И, ну, тем не менее, продолжает работать. Тогда, ну, вообще, чтобы вы понимали, все вот эти ситуации, которые происходят на биржах, то, что там останавливаются выплаты или биржа вообще напрочь закрывается, например, как это было с MT.GOX, это все связывает типа с воровством. Хакерская атака, своровали биткоины. Вот точно так же, например, было с Bitfinex в августе. Своровали, по-моему, там около 120 тысяч биткоинов. Тогда курс был что-то около 600 долларов. Ну, там порядка на 65-70 миллионов долларов своровали битков с этой биржи. И чьих битков? Конечно же, биткоинов, участников этой криптобиржи. И как они поступили? То есть они просто взяли и создали собственный токен, который, по-моему, назвали BFX, ну, Bitfinex токен. И им рассчитались с пострадавшими вкладчиками. То есть просто раздали им собственные фантики, которые типа являлись долговым обязательством этой биржи перед этими участниками. Естественно, сразу же привязали этот фантик, этот токен к этой бирже. Он сразу начал торговаться. И люди, которые паниковали, ну, и боялись на предыдущем опыте, по-моему, крипции еще была такая биржа, вот, MTGOX, что вот они закрывались крупные биржи. Люди, огорченные этим опытом, они уже переживали. Было паническое настроение. И большая часть людей слила этот BFX просто за 10% от номинала. То есть, грубо говоря, эти люди остались в минусе на 90% от своего депозита. Буквально пару месяцев назад Bitfinex выкупила последние BFX токены и тем самым полностью рассчиталась по долгам. Но, опять же, не стоит забывать, каким образом. То есть, большая часть людей, опять же, были подвержены паническому настроению и слили их за бесценок. Именно за счет этого выиграла биржа Bitfinex и осталась на плаву, и не скаманула. Возьмем, например, теперь биржу Poloniex. Я говорил, что еще месяца два назад, говорил, что на этой бирже я не рекомендую торговать. Существует достаточно высокий риск скама. Проблема Poloniex заключается в поведении самих организаторов. То есть, конечно же, всю ту информацию, которую я про Poloniex сейчас скажу, ее проверить практически невозможно. Но есть уже такие весомые доказательства в пользу того, что Poloniex сам занимается трейдерством. Что, в принципе, вообще противоречит какой-либо морали. Потому что, по сути, то, что происходит на бирже, чтобы вы понимали механику вообще биржевой торговли. Вот вы, например, приходите на биржу. Вы пополняете баланс биткоином, эфириумом, либо любой другой криптовалютой, которая на ней торгуется. И после этого, когда у вас появляется положительный баланс, вы начинаете торги. Так вот, чтобы вы понимали, когда в процессе проставления ордера или покупки какой-то криптовалюты на этой бирже или еще что-то, то есть происходит не фактический обмен криптовалютами, не фактическая торговля, а происходит просто обмен фантиками. То есть это просто внутрянка, внутренние элементы, внутренние единицы, которые не являются криптографическими. То есть на основании вот этого всего идет обмен вот этими фантиками. И вот уже на основании объема этих фантиков вам уже потом в итоге при запросе вывода средств уже выдают настоящую криптовалюту. То есть криптовалюта просто хранится на кошельках этой биржи, то есть любой бирже, и по факту не совершает с ней никаких операций до тех пор, пока вы эту криптовалюту не выведете назад. То есть ничего с ней не происходит. То есть и на самом деле вы не торгуете в этот момент криптовалютой. Я не знаю, дошло или не дошло, может еще раз попытаться объяснить более понятно. Ну вот скажем, например, когда вы приносите, вот на таком примере, очень хорошем, вот, например, банковские карточки, да, вот у меня есть. У каждого сейчас есть банковские карточки. Возьмем вот банковские карты. Вы, например, решили вложить, как бы это смешно не звучало сейчас для криптовалютного сообщества, вложить свои деньги, например, в банк. Вот Тинькофф, там Сбербанк, под проценты, под 7% годовых. Принесли наличкой. У вас их тут же забрали и выдали вам в обмен, например, вот эту вот карточку, да. И на ней есть циферки, которые отображают ваш баланс. Но по факту это просто цифры в компьютерной программе. Это такие же самые цифры, как вы, например, если будете писать пост ВКонтакте на стене и напишите там цифру миллиард. Вот это то же самое. Вот точно так же происходят процессы и на бирже. Наверное, так будет более понятно. И вот когда происходит подобное воровство, то бирже, конечно, тут такой шмель огромный, даже не представляете. Мне лучше не шевелиться. Тут такие шмели вообще, кошмар. Вы его видите? Вы его видите. Боже, 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 боже. Только бы он меня не ужалил. У меня дикая, просто, у меня панический страх к пчелам, шмелям, осам. И я просто дико их боюсь. Я надеюсь, он не сидит у меня на спине. Хотя у меня есть такое твердое чувство, что там что-то сидит. Ладно. Это будет фееричное видео, если меня в этом видео жалит шмель вообще просто. Вот. Ладно, мы отвлеклись. Ну вот, смотрите. Если взять биржу Poloniex, получается, что все торги проходят там, ну, назовем это внутрянка, просто внутрянка, вот эти нарисованные цифрыки. Все торги проходят этими нарисованными цифрами. Получается, в рамках собственной же биржи Poloniex может себе клепать сколько угодно, много нужной криптовалюты. Главное, в случае, если они проиграют, чтобы у них была реальная криптовалюта, чтобы обеспечить вывод людям. Есть еще такое понятие, которое в банковской сфере часто используется. Называется частичное резервирование. То есть, когда одновременно в нормальной ситуации все люди не могут прийти и запросить вывод средств. Тем же самым пользуются криптовалютные биржи. То есть, не может быть такого, например, в обычной ситуации, чтобы, вот, как Сергей Пантелеич Мавроди в свое время приводил такой пример, чтобы, вот, например, воздух в комнате каким-то образом сконцентрировался только в одном углу, а все остальное пространство находилось в вакууме. То есть, в норме такого не бывает. То же самое и с биржами. Например, пришло тысяча человек на биржу и положили там по тысяче долларов. Всего, получается, один миллион долларов. И, ну, кто-то торгует, как-то эти деньги, эти деньги перераспределяются благодаря биржевым торгам между всеми кошельками. Ну, между всеми этими участниками. Кто-то полностью сливается, кто-то умножает свой депозит. Часть денег уходит, конечно же, на комиссию за проведение транзакций с самого биржи. И, естественно, все тысячи участников, ну, они так или иначе, это их уже образ жизни. И если они хотят торговать, то они остаются в этой системе, в рамках этой системы. И они, то есть, они одновременно, то есть, в нормальных ситуациях не сделают так, что просто полностью выведут всю свою криптовалюту и вообще уйдут нафиг с крипторынка. То есть, это практически нереально. Это должны быть аномальные условия, то есть, необыкновенные. Для того, что так произошло. И благодаря этому биржа может себе позволить рискнуть и потерять даже часть денег, либо просто себе забрать часть денег участников. А участники этого даже не почувствуют. То есть, по факту, есть миллион долларов. Биржа, например, если брать по банковским системам, если брать по банковским системам, то закон о частичном резервировании гласит от 90 к 10. То есть, 90% банк может изъять. То есть, скорее всего, в биржах такая же цифра, может быть, даже и больше. То есть, 900 тысяч долларов биржа забирает себе в карман, 100 тысяч долларов оставляет на выплаты. То есть, чтобы обеспечить выплаты максимально, если одновременно захотят выйти из игры, 10% игроков. Если придет больше, то в таком случае биржа будет терпеть проблемы и скоманет. То же самое и с банками. Банки точно по такому же принципу закрываются. Так вот, имея такое вот математическое правило, не очень сложное, на руках имея внутрянку, возможность печатать сколь угодно, много все эти вещи, некоторые биржи соблазняются и одна из таких бирж является полонец. И для меня уже достаточно мощным сигналом, колоколом, можно сказать, является то, что их техподдержка не работает, являются их махинации с биржевой торговлей, когда они самостоятельно организовывают пампы и дампы, используя свою внутрянку. Когда они отключают сайты под видом детос-атак, что там, хакерских атак, когда очень сильно страдают игроки, которые на кредитном плече, то есть маржинальной торговлей пользуются, эти игроки просто сливают свои депозиты и остаются без ничего. То есть там уже достаточно большое количество исковых заявлений в сторону полонекса, как раз-таки за счет того, что, например, они просто тупо отключали сайт, людей, кто торговал там на кредитном плече, их постоянно выбивало из биржи, они не могли поставить новые ордера, они не могли никоим образом выйти из рынка. И в этот самый момент полонекс начинал дамп. Естественно, это полностью сжирало депозиты участников, и все эти деньги оставались кому? Оставались полонекса. То есть это уже формула форекса, кухонных таких форекс компаний, где там предлагают кредитное плечо 1 к 100. Но так как волатильность крипторынка достаточно высока, поэтому кредитное плечо 1 к 2,5 по-моему на полонексе или 1 к 2,5 или 1 к 4, я уже точно не помню. Мне кажется, 1 к 2,5. Вот. Этого достаточно такого размера кредитного плеча. Вот. Поэтому, учитывая еще тот момент, что они сейчас уже последние несколько месяцев полонекс не проводят никакую верификацию, и по факту тем людям, которые там торгуют маленькими объемами, они сейчас этого не замечают, но те люди, которые торгуют более-менее нормальными объемами, как бы 100 тысяч долларов это не какой-то необычный объем, это абсолютно нормальный объем для торговли на сегодня на криптобирже. То есть, имея 100 тысяч долларов, вы будете выводить оттуда 50 дней. 50 дней. То есть, это трабл реально. То есть, вы не можете нормально по-человечески торговать. С чем это связано? Я думаю, что Аполлонекс готовится к скаму. Честно, как бы это ни звучало, я думаю, готовится к скаму. Сейчас последних лохов собирают, искусственным образом ограничивают отток. То есть, выводя всего лишь по 2 тысячи долларов в сутки. Это, конечно, печально. И я думаю, как раз-таки вполне возможно это может быть. То есть, это не 100% вероятность, но достаточно большая доля вероятности существует. чтобы даже вы понимали, там даже 2% вероятности того, что это произойдет, это уже очень большой высокий риск. полонекс реально скаманет и потянет за собой вообще курсы всех криптовалют очень глубоко вниз. Потому что те балансы, которые останутся на полонексе, они будут сливаться на других биржах. То есть, в принципе, та ситуация, которая есть сейчас, то есть, куда дальше? Дальше они вообще отключат вывод. То есть, если сейчас можно по 2 тысячи долларов в день выводить, то дальше вполне возможно вывод вообще отключат. и в таком случае внутри будет курс расти, то есть, либо там вывод будет ограничен какой-то очень маленькими долями. И как это обычно происходит, курс, например, все криптовалюты, биткоина в частности, он будет резко в России и расти именно в рамках этой биржи. То есть, так происходит, в принципе, на всех биржах, в которых есть хоть какие-то проблемы с выводом. Так же и происходило недавно на Bitfinex. Так же происходило и перед скамом на MT.GOX. Вот. То есть, хочу вам просто сказать, ребят, ну вот, Bittrex, мне кто-то рассказывал, что Bittrex, тоже криптовалютная биржа Bittrex, тоже когда-то имела такие проблемы, но, если честно, я не нашел. Я несколько дней искал, может быть, не там искал, но искал и на англоязычных форумах, и на русскоязычных форумах, и на новостных порталах. Ничего плохого про Bittrex не находил, хотя мне говорили, что Bittrex тоже скамился. Не скамился, вроде бы, Kraken, хотя у них сейчас тоже похожие проблемы, какие были у полонокси несколько месяцев назад. Что сейчас вообще может произойти? Может произойти скам хотя бы даже одной из этих бирж, если он произойдет, то Bittrex в одну секунду, ну и все остальные криптовалюты могут просить в несколько десятков раз, а то и в сотен раз. когда это было в 2012 году или в 2011 году, когда своровали достаточно большое количество биткоина, и он на несколько минут просел по-моему с 35 долларов до одного цента. Кто успел споймать те счастливцы? В общем, понимаете, сейчас такой дикий запад в этом во всем, и не нужно. Почему вообще это видео? Потому что если вы играете на долгосрок, старайтесь не хранить свои деньги, ну если вы просто торгуете по принципу купи и держи, то старайтесь просто на долгосроке не держать свою криптовалюту на депозите на криптобирже. Любая из этих бирж является достаточно ненадежным в рамках современности проектом, где бы следовало держать свои деньги. Наиболее оптимальным решением является какие-то холодные кошельки, которые позволяют держать биткоин либо другую криптовалюту в офлайне. самые популярные криптовалюты это сейчас которые я рекомендую. Вот Сторжкоин сейчас сильно подешевел, можете его купить. Нем, да в общем сейчас все просело. И вполне до конца лета может еще дальше просесть. На осень мы увидим прям вот очень капитальный рост. Все вырастет в цене, я в этом абсолютно уверен. Будет ситуация похожая как вот начиналась она в феврале и была вплоть до июня месяца. То есть те, кто купит в сентябре в августе криптовалюту поднимутся там в 10-20 раз. То есть если купят правильные вещи. Вот поэтому что могу посоветовать? Например, купили Нем. Если мы говорим о Неме, скачайте нано-кошелек. Вот нано-кошелек его можно установить как на компьютер, так и на Макинтош, так и на обычный ПК. Блин, опять этот гребаный шмель. Так и на мобильный телефон, на Android и на iOS. То есть своих Сэм вы можете хранить на таких кошельках. Биткоины, есть холодные кошельки, есть офлайновые, есть онлайн кошельки, но онлайн кошельки менее безопасные, хотя какие-то небольшие суммы до 20 тысяч долларов я храню тоже на онлайновых кошельках, например, как BitGo. Мне очень нравится BitGo, блокчейн инфа мне очень не нравится. Блокчейн инфа у меня там похоронено несколько биткоинов уже, я прям разочарован на них, хотя может быть у меня руки не стало, место растут, но например, с BitGo у меня никогда таких проблем не было, с какими-то неподходящими паролями, хотя я определенно был уверен, что пароли все надежно защищены и сохранены, ну в любом случае у меня есть реально потери на связанные с блокчейн инфа, может быть тут и часть моей вины присутствует, но как бы все равно осадочек остался, BitGo я пользуюсь уже почти два года и никаких проблем нет, вот, и есть огромное количество монет и токенов, ну которые базируются на блокчейне эфириума, и для них есть стандарт ERC20, который поддерживается кошельком MyEtherWallet и все эти монеты, все их можно держать на кошельке MyEtherWallet, вот, там достаточно надежный кошелек с открытым исходным кодом, я вообще, тема кошельков это отдельная тема видео, просто вот основной вывод и посыл того, что, ребят, учитывайте все риски, риски есть не только со стороны просадки стоимости криптовалюты, но и риски есть со стороны той криптобиржи, где вы торгуете, учитывайте и считайте эти моменты тоже, диверсифицируйте, полоникс крайне не рекомендую на нем торговать, мне сейчас больше всего нравится битрекс, ну и сейчас выходит ряд интересных криптовалютных бирж, которые будут, мне кажется, еще более технологичны, сейчас вроде бы как ребята, программисты из битшейерс готовят в разработке новую криптовалютную биржу, вроде бы как, но это пока что слухи, в будущем узнаем и увидим, мне кажется, это будет что-то поинтереснее, чем сейчас есть на рынке, вот таким образом, господа, так что изучайте историю того, куда вы вкладываете свои деньги, я должно быть сейчас уже в самолете нахожусь, когда вы смотрите это видео, и произвожу вторую попытку попасть в Евросоюз, надеюсь, в этот раз меня не завернут, мы еще более кардинально подготовились к этому, так что, если все будет хорошо, то следующее видео вы уже увидите в Италии, все, господа, если вам понравилось, ставьте лайки, если не понравилось, дизлайки, обязательно оставляйте свои вопросы, комментарии в комментариях, ну и, конечно же, подписывайтесь на мой канал, если вам интересна тема криптовалюты, вообще заработка в интернете, также у нас есть чат в Телеграме, ссылочку на который вы сможете найти в описании, всем пока, удачи и больших-больших заработков!